Девушки отдыхают С участием Чарльза Баттерворта, Бёрджеса Мередита и оркестра «Арти Шоу» Автор сценария Фрэнк Каветт, Элейн Райан, Йен МакЛеменхантер и Джонни Мерсер Художник Борис Левен Оператор Теодор Спаркюн Композитор «Арти Шоу» Хореограф Хермес Пан Продюсеры Борис Мороз и Роберт Стилмен Режиссер Генри Кондмен Поттер Университет в Новой Англии Танцевальный вечер Играет джаз-оркестр Дэнни О'Нила Вечные студенты Это Дэнни О'Нил Ты его знаешь? А как же, он лучший трубач за всю историю колледжа Подойдём поближе? Я знал, что тебе понравится Замечательно, правда, Эллен? Привет, Стю Ты где пропадал? Да так дела Только позавчера думал Надо бы повидаться со старинностью Ну ладно, мы, пожалуй, присядем куда-нибудь До встречи Вы чудесно играли Спасибо Ты что, решил, что это она тебе? А ты решил, что это она тебе? Постой Не думаешь ли ты, что твоя какофония её поразила? Была не в музыке, а в моей индивидуальности Смотри Привет, Стю Мистер О'Нил, не присоединитесь к нам С удовольствием Чао, бомбина Итак, Стю Тебе что-нибудь нужно? Мне? Нет-нет Мне давно хотелось с вами познакомиться, мистер О'Нил Ужасно рад Вы любите наш оркестр? Ну, я не имела в виду именно оркестр Хотя он тоже производит впечатление Спасибо Может, хотите послушать какую-то особую мелодию? Да, пожалуйста, Блюз, приходи на меня посмотреть Простите, что? Блюз, приходи на меня посмотреть А, кажется, я вас понял Только я не знаю, какой у него номер О, я уверена, что вы сможете его найти Почему бы тебе не пойти к оркестру и не посмотреть там? Зачем же спешить, Стю? Мы так давно с тобой не виделись, надо пользоваться случаем Такие встречи согревают душу Университетское братство, что может быть лучше? Все за одного и... Все за одного Да, сэр Ладно, думаю, мне пора Бывай, Стю Всего хорошего Так, играем номер девять Повестка Вызывается Дэвид Унил по иску издательства энциклопедии Долговое агентство Дан и Дан Почему бы нам не поехать на пикник? Мистер Дан у себя, мистер Тейлор Причем здесь мистер Дан на пикнике? Он нам ни к чему Послушайте, это долговое агентство Нескортбюро Пожалуйста, слезьте с моего стола Этот тип вам докучает, мисс Миллер? Привет Привет Я тут зашел повидать мисс Миллер по поводу энциклопедии Думаю, я смогу уладить все детали Раз уж мисс Миллер была так добра передать мне повестку, я сам объясню детали А что тут объяснять? Семь лет назад вы купили серию энциклопедий, за которые так и не расплатились Но я их не покупал Пожалуйста, не тратите мое время Видишь, Дэнни, ты тратишь время мисс Миллер Семь лет назад я, должно быть, разбил зеркало, потому что ко мне в дверь вошел этот тип и стал моим соседом Я тогда был зеленым первокурсником А кто вы сейчас, опытный второкурсник? Мисс Миллер, вы несправедливы Нам пришлось здорово попотеть, чтобы продержаться в колледже так долго Он прав Представьте, как трудно умным парням вроде нас год за годом проваливаться на экзаменах Не понимаю, о чем вы говорите? Думаю, вот в чем Пока мы в колледже, оркестр дает им существовать безбедно Верно, 5-6 тысяч долларов в год Это больше, чем зарабатывают на Уолл-стрит И потом это приятная жизнь, музыка, зрители, аплодисменты Но вернемся к теме Этот тип, которому я полностью доверял, заказал серию энциклопедий на мое имя И вот благодарность Это был подарок на день рождения Нет, ты чуть до потолка не прыгал Я прыгал, пока не получил счет Мисс Миллер Кто это? Мистер О'Нилл, мистер Тейлор, мистер Дан Ах, да Да Прошу Послушайте, мистер Дан Мы временно оказались в трудном положении Нам ведь необходимо закончить колледж Мы простые студенты Вы заканчиваете колледж последние 7 лет Учеба – дело трудное Особенно, когда пусто в карманах Не рассказывайте сказок Вы вполне благополучные люди Вы что, нас не слышали? Да, вы зарабатываете игрой на танцах Платите или отправитесь в тюрьму Это мое последнее слово Последнее? Последнее? Последнее А если мы попросим об отсрочке? Давай Ладно, дружок, деньги у нас вводятся Но сейчас их нет Дайте нам месяц Всего месяц отсрочки договорились Не желаю слушать Мы ведь никуда не денемся Или вы нас считаете мошенниками? За нас кто угодно может поручиться Либо завтра вы приносите деньги Либо встретимся в суде Нет Нет Что за мрачный тип? И место мрачное Мрачное должно быть жизнь для такой девушки В ней нет ничего мрачного За исключением некоторых людей Жаль, что мы не можем вытащить отсюда мисс Миллер Да, не хотите подышать свежим воздухом? Простите, у меня работа У нее очень деловой вид, правда? Да Хорошее качество для секретаря Сказать по правде, именно такого я бы и хотел Все-таки Сложное дело управляться с оркестром Если подумать, нам действительно нужен секретарь Но мне не нужна работа Мне не нужна работа Что бы вы ни сказали, нет Я все объяснил Послушайте, мистер Данн, я хочу поступить по справедливости Убытки издательства нас не волнуют Но мы думаем о вас О, да Ну что ж, возможно, я был излишний резок, парни Забудем об этом Конечно Два доллара? Но счет был на 110 Это вам, чтобы вы все уладили Что вы имеете в виду? Вы хотите дать мне взятку? В два доллара? Ну-ну-ну, тише, да Все мы люди Мы будем держать язык с зубами Конечно, но нас можно положиться Спросите хоть у нее У нее? У кого? У мисс Миллер Мисс Миллер Мисс Миллер! Зайдите сюда, пожалуйста Вы что, сказали этим джентльменам, что я беру взятки? Она не говорила про взятки Она сказала, что с вами можно договориться Мистер Данн, я не говорила ничего подобного Ну как же Говорили, мисс Миллер Просто не хотела, чтобы вы знали Не верьте, мистер Данн Я бы в жизни не сказала такого Но я слышал своими ушами И я тоже Замолчите Вас, мошенников, засадят в тюрьму А что касается вас, мисс Миллер То вы уволены Большое спасибо Спасибо, старина Огромное спасибо Мисс Миллер Мисс Миллер Одну минутку Мисс Миллер Думаете, натворили недостаточно бед? Это был акт милосердия Хорошенькое милосердие Теперь у меня даже нет рекомендаций Но нам не нужна рекомендация Мы и так видим, на что вы способны Вы действительно хотите позвать меня на работу? Конечно, согласна Сколько вы зарабатывали? 18 долларов в неделю Он даст вам вдвое больше Да Ну что ж Давай Хочу вам сказать Это уникальный шанс Я вам обещаю Вы даже не представляете Ну хорошо, хорошо Я согласна Отлично Когда приступать? Прямо сейчас Ладно, теперь я работаю на вас И могу сказать Дам берет взятки Но его такса не два, а 10 долларов Кажется, ты хотел уладить детали Вперед Итак, вот мы и пришли Занимайте половину стола Четверть вешалки И приступайте к работе Вы упустили только одно Каковы мои обязанности? Немного печатать Отвечать на звонки Готовить кофе И приглядывать за нашими инструментами Кажется, вы говорили о работе Организовывать выступление Это непросто Что же тут сложного? Оператор, соедините меня С кантри-клубом Ривердель О, нет Там не договориться Мы уже пробовали Кто там распорядитель? Кажется, мистер Бент Непробиваемый тип Здравствуйте, мистер Бент С вами говорит секретарь Мистера Онила Нет, мистера Дэнио Онила Руководителя оркестра Я прощала в газетах Что вы устраиваете Вечер на Хэллоуин Страшила Боба Харви? Но мы тоже можем прийти в костюмах У нас есть костюмы? Нет, но мы что-нибудь придумаем У нас потрясающие костюмы Мистер Бент Если вы не видели Вечных студентов Значит, вы еще не жили Нет, я тоже восхищаюсь Мистером Коулманом Но не кажется ли вам Что его музыка Несколько, скажем так Волигарна Салон и ансамбль Мистера Онила Исключительно благопрестоен И все его мальчики Из таких хороших семей Очень хорошо Мы ждем их в половине восьмого Благодарю вас Поверьте, приятель Мои парни Настоящие звери То, что нужно для ваших забулдык А они могут мощно задвинуть Как Дорси Не то слово, Джек Заметано Более того, я могу зайти За день до выступления И помочь вам с декорациями Если, конечно, вы этого хотите Да Минутку, ребята Мы же проводили голосование И почти все хотят видеть артишоу Артишоу? Кто такой артишоу? Точно Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Великолепно, шеф Спасибо Стакан воды, пожалуйста Хорошо, сэр На что договорились Насчет отпускного? Не совсем, шеф Они пригласили университетскую группу Вечных студентов Дэни унила Опять этот унил Они уже четвертый раз Переходят нам дорогу Либо у них действительно Хороший оркестр Либо толковый импресарио Надо будет их как-нибудь послушать Я бы о них не беспокоился, шеф На той неделе Они заканчивают колледж Только не вечные студенты Ребята, все в порядке? Я не ухожу Я завалил три экзамена Ура Отлично Ладно, ребята За работу За работу Дэнни, ты просто молодчина Ну что ж, Дэнни, старина Мы опять выкрутились В чем дело? Хэнк, я даже не знаю Как тебе сказать Ты хочешь сказать, что я прошел? Послушай, это невозможно С моими оценками Ты что, разыгрываешь меня? Должно быть, это какая-то ошибка Я этого так не оставлю Побегу к декану Они не могут со мной так поступить Не могут? О, Дэнни Бедняга Хэнк был неосторожен А ты точно не имеешь к этому отношения? Ну что ты, Эллен Хотя, по правде Без него нам будет спокойнее Но бедный Хэнк У тебя остаюсь я И думаю, нам нужно продолжать Как этого хотел бы старина Хэнк Мне кажется Что кажется? Я говорю, мне кажется Что кажется? Мне кажется, я чую крысу Она сбежала по карнизу Мне кажется Что кажется? Мне кажется Что кажется? Непростая ситуация В ней бы надо разобраться Ты согласен, друг? Мы согласны, друг Ты придумал план? Мы сыграем вам И это поможет? Иначе быть не может Музыка расставит все по местам Тогда по рукам По рукам Ты умеешь танцевать? Придется рисковать А как ботинки Шнурки на резинке Мисс Милля красотка Как испанка на лодке Сыграть вам медленный вальс? Нет, вальс не для нас Тогда придется нам сыграть для вас То, что вы сами подберете В этот час Что же сыграть? Я должна выбирать? Придется решать Что же нам танцевать? Мне не давалось Конго Никогда не давалось Конго Но если ты скажешь Конго, этот шаг Мне никак, но я справлюсь Мне не давался Шимми Никогда не давался Шимми Но если ты скажешь Шимми, этот шаг Мне никак, но я справлюсь Когда придумали Чарльз Тон Он был как куль с мукой Да Но если ты захочешь Чарльз Тон Я станцую его Я такой Да Я ненавижу Польку Эту глупую, странную польку Но если ты скажешь полька Этот шаг мне никак Но я справлюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Хэнк! Привет! Уговорил декана? Нет, похоже, что статья, которую я написал про клавесин и родственные ему музыкальные инструменты Поразила его до глубины души Неужели? Да, забавно, я даже не помню, как писал эту статью И все равно декан сказал, что после такого он просто не мог оставить меня на второй год Но надо же Не повезло Ладно, приятель, выше нас Возможно, все к лучшему А что это у тебя? Где? Вот Энциклопедия Ты только подумай Хэнк, пойдешь на текстильную фабрику отца, останешь зубчиком в огромной промышленности Отпечаток твоей индивидуальности будут нести мили и мили твида Благодаря тебе будут ходить валики, будет звучать музыка ткацких станков А что это за том? От К до Н, а что? Да так, ничего Музыка не для тебя, Хэнк Ты бы никогда ничего не добился со своей гнусовой трубой Текстиль – твое призвание Твой отец был владельцем мануфактуры и твой дед Хлопок и шерсть у тебя в крови, Хэнк А зачем эта закладка? Ну, там есть одна статья, которая очень заинтересовала декана Забавная штука Она почти слово в слово повторяет мой доклад Интересное совпадение Да, декан тоже так подумал Знаешь, мне пришлось потрудиться, убеждая его, что пометки на полях не мои А вот убедить его, что они не твои, мне кажется, не удалось Да, да И что он сказал? Что ты отчислен Ах ты, скотина Спокойно, Дэнни Грязный шладевый пёс Теперь тебе тоже придётся узнать жизнь ближе на отцовском цементном заводе Ты будешь зубчиком Отсюда не уйдёшь, Дэнни У тебя цемент в костях Дэнни, Хэнк, идите сюда Замечательные новости, скорее Вот телеграмма В субботу буду в городе, хотел бы посмотреть ваше выступление Арти Шоу Ну вот, наконец-то это произошло Шоу хочет на меня посмотреть На тебя? На нас? Ну ладно, на нас Похоже, ему не терпится Интересно, а как скоро мне приступать? А быстро он разузнал, что я безработный Боюсь, ты будешь безработным вечно Ладно, завтра утром первым делом найду, Эллен, новую работу Не утруждай себя Как только я устроюсь, я пришлю за тобой О, ты очень любезен Ну всё, давайте готовиться Позвони ребятам и скажи, чтобы пришли пораньше Одежда парадная А ты иди домой и играй гаммы Пошли Не отгоняй машину, я выйду через несколько минут Арти Шоу Арти Шоу здесь Хорошо, спасибо Эй А доллар, который ты мне обещал? Ладно, ладно, держи Так, парни, играем милашку Сью Хэнк, Шоу, он сейчас войдёт Отлично, дружище, спасибо Давай, раскошеливайся Я принесу сдачу Ну, ребятки, постараемся Дэнни, побереги губу, пока не придёт Шоу Я сам буду солировать Ты что, смеёшься? А что, я репетировал Знаю, как ты репетировал Ладно, парни Раз, два Спасибо Я смотрю, у вас неплохая вечеринка Спасибо, мистер Шоу Вы платите им гонорар или проценты? Проценты Умно Ещё раз спасибо, мистер Шоу А где мистер Миллер? Мистер Миллер? Да, импресарио оркестра Ах, этот мистер Миллер Так вот она Это мистер Шоу Это мистер Шоу Мистер Миллер То есть... Мы вас ждали, мистер Шоу Отлично Если вы не заняты, я хотел бы с вами поговорить С удовольствием Мистер Миллер Может, послушаете оркестр, мистер Шоу? Спасибо, был бы рад Но я еду выступать в Трентон Приятно было с вами поговорить Спасибо, до свидания До свидания Спасибо Не за что Ну и где он? Он уехал Уехал? Где Шоу? Что он сказал? Ты всё испортил, он уехал Смеёшься, я был великолепен Когда мне приступать? Отдохни, сынок Ну, каковы его условия? Его предложение меня слегка удивило Маленький гонорар Минутку Я не работаю по воскресеньям Но говори, Эллен Когда мне ехать? Тебе не надо ехать Что? Что же ему тогда нужно? Я Эллен О, Дэнни Это тебе Кажется, я немного опоздал Дэнни, как мило с твоей стороны Эллен в кассе берёт мне билет Вот как? Боже, Эллен Как не хочется тебя отпускать А мне не хочется ехать, Дэнни Я надеялся, что... Что, Дэнни? Ничего, наверное, это просто очередная глупость Вовсе нет Что ты хотел сказать? Простите Он, кажется, опустил побеги Вот тебе попкорн Сынок, подержи Вот твой билет, Эллен Идём, я скажу кондуктору, чтобы взял вещи Будь хорошей девочкой и не разговаривай с незнакомыми мужчинами Не буду Ну что, увидимся в Нью-Йорке? Конечно Надеюсь А вообще-то я не знаю Портланд далековато от Нью-Йорка А цемент крепко держит человека Тогда, может, ты приедешь, Хэнк? Нет, боюсь, что мне придётся вплотную заняться ткацкими фабриками в Фолл-Ривер То есть я вас больше не увижу? Нет Боюсь, что нет Ну ладно, давайте прощаться Отцепись от её орхидеи Пока До свидания Когда отправляешься в Портланд? Вечером А ты когда едешь в Фолл-Ривер? Где-то через час Я тебя провожу Нет, не стоит Мне ещё нужно собраться Ладно Что ж Тогда пока Пока, Дэнни Пока, малыш Было весело Это точно Береги себя Я черкну тебе пару строк Будь так добр Студенческий оркестр? Да разве это может быть что-то приличное? Извините, нам казалось, что это торжественный вечер Так и есть В таком случае вам будет нужен именно мистер Шоу Очень хорошо, спасибо Парочка родственников Ну и что у нас дальше, Эллен? Выступление в Атлантик-Сити на ваших условиях Отлично И вечер в адвокатской коллегии Неплохая работа на два дня Похоже, чутью не обманула меня насчёт вас Я рада Мистер Шоу, я могу вас попросить об одной услуге? Разумеется У меня есть два знакомых трубача Ну вообще-то я всегда сам набираю людей, Эллен Конечно, но я лишь прошу, чтобы вы их послушали Они отличные музыканты И что, они здесь, в Нью-Йорке? Один в Портленде, другой в Фулл-Ривер, но они быстро примчатся Не слишком ли далёкое путешествие? Они не против, когда вы их услышите, вы всё поймёте Что ж, если так, я их послушаю Спасибо Да не за что Пусть посыльный заберёт две телеграммы Спасибо На каком этаже Артишоу? На 17-м Лифт отправляется Погоди, дружище На каком этаже Артишоу? На 17-м Решил добираться до Фулл-Ривер кружным путём? Я так понимаю, этот лифт останавливается в Портленде Нет, сэр, последняя остановка, 22-й этаж Ты вроде собирался вплотную заняться фабриками Слушай, у меня такое же право быть здесь, как и у тебя Смотри правде в глаза, Хэнд Эллен сама ещё не устроилась Она не сможет найти место для нас обоих Я встречусь с Артишоу, даже если мне придётся долбить здесь этаж за этажом Следующий, 17-й Это тебе подарок, Сэм И от меня Извините Простите, где находится офис Артишоу? Вон там Спасибо Здравствуйте Мисс Миллер, я мистер Тейлор Мисс Миллер очень занята Меня она примет Мы учились в одном колледже Простите, это 34 или 54 по Хай Кросс Роуд? 34 Постойте, где вы это взяли? Это же мне Так Хэнк, шоу послал за мной И за мной Я знал, что рано или поздно он это сделает Ответы будут? Мы сами доставим, приятель Держи Спасибо Не за что И что ты об этом думаешь? Смотри, Фолл Ривер Извините Тут что-то странное Да Он ушел с нашего выступления Да А не думаешь, что это было намерено? Зачем? Чтобы мы поумерили запросы и пошли работать за гроши? Ну нет Нас так просто не возьмешь Да, но у него приманка в виде Лен Он думает, что ради нее мы станем каторжными рабами Точно Как тебе это нравится? Совсем не нравится Нельзя так обращаться с людьми О нет, сэр Я разберусь с ним Попрошу на 25 долларов в неделю больше 50 Мисс, скажите Шоу, что мы хотим его видеть Мистер Шоу очень занят Мы скажем сами Спасибо Идем, Хэнк Эй, подождите Привет, Шоу Простите, парни, но вам нужно подождать за дверями Я новый трубач, за которым вы посылали И я Мы получили вашу телеграмму Ах, да Что-то вы долговато добирались Я вас устал ждать Надо было рассмотреть парочку других предложений Да Ну ладно, парни, вот что мы сделаем Приходите вечером в отель и сыграйте пару номеров С оркестром Годится Отлично Тогда до вечера Извините, сейчас я занят Ничего А где кабинеты, мисс Миллер? Прямо через коридор Спасибо Думаю, нам надо с ней поговорить Да Пока, Арти Элен Дэнни Не верю своим глазам Как я рада тебя видеть Удивлена? Удивлена? Хэнк, откуда вы взялись? От Арти Шоу Говорили с ним о делах А как же Портленд? Портленду придётся подождать А Фолл Ривер? Фолл Ривер тоже отложен на полку Арти сказал, что послушает вас? Ну, конечно Дорогие, это же чудесно Да, но мы пока ему ничего не обещали Прямо? Эй, вы кто? Добрый вечер, приятель Я новый трубачий Арти Шоу Что-то я вас раньше не видел Ничего, зато теперь будете видеть часто Кстати Если здесь сегодня появится мой брат Скажите ему, что Шоу больше никого не прослушивает А если поднимет шум, просто вышвырните его вон Сами понимаете, зависть к успеху и так далее Спасибо А как вас зовут? Дэни О... О Тейлор Дэни, как хорошо, что ты пришёл пораньше Я скучал, не видел тебя с полудня Неплохая сцена Мы здесь надолго ангажированы? Ты ангажирован только на один номер Прослушивание? Чистая формальность А где Хэнк? Хэнк? Откуда же мне знать? Разве я сторож? Брату своему Я думала, он придёт с тобой Наверное, струсил Не вынес мысли об унизительном отказе Бедняга Хотел бы я ему чем-то помочь О, да Нет, Элен Я очень нежно отношусь к Хэнку В конце концов, это он свёл нас вместе Если бы не эти энциклопедии, мы бы никогда не познакомились Я всегда буду благодарен ему за это А ты? Дэни, сейчас не время Нет, как раз самое время Кем я был вчера? Беспечным студентом А кто я сегодня? Человек с обеспеченной карьерой С планами на будущее Дэни, ты не думаешь, что несколько торопишь события? Я так давно этого ждал Элен Ты слышишь? Хочешь стать любовью моей Навечно, навсегда Пусть она нас Элен Так значит, я теперь твой брат Я уже боялся, что ты не придёшь Ты напрасно по мне беспокоился, братец Дэнни Элен, думаю, тебе лучше уйти Нет, нет, останься Что случилось, Хэнк? Братец Дэнни натравил на меня вахтёра Я просто хотел хоть раз побыть с тобой наедине Видишь, он даже не отрицает Послушай, ты знаешь, что вахтёр врезал мне по губе? Серьёзно? Да Как будем квитаться? Погоди О, нет Как тогда? Мальчики, пожалуйста, вам через минуту выступать Вы ставите меня в ужасное положение Ну всё, забудем Я скажу Арте, что вы здесь Удачи, дорогие Дорогие Вы не забыли про двух трубачей? Нет, я сейчас подойду Элен Ваши парни выступят в следующем отделении А вы мне, пожалуйста, помогите вон с тем стариканом Он десятый раз подряд приходит на концерт и ужасно мне надоел Так, так Мистер Чисхольм, это мисс Миллер Добрый вечер, мисс Миллер Ну как, сэр, вам понравился наш последний номер? Очень-очень энергичный, кстати На какой ноте мы закончили? Си бемоль Я её опять пропустил Вы не присядете со мной? Прошу прощения, я должен играть в следующий номер Но мисс Миллер расскажет вам всё о нашем оркестре То есть мисс Миллер сечёт, как у вас говорят? Ещё как? Так, обожаю молодёжный жаргон, я уже сам начал к нему привыкать Ладно, мистер Чисхольм, увидимся позже Пока, Кэп Это капитан сокращённо Пожалуйста, присаживайтесь Вы музыкант, мистер Чисхольм? Ой, я мог бы им стать, но пришлось от этого отказаться Я сказал музыка, а отец сказал бутылочные крышки Отец победил Какая жалость, я полагаю, вашим инструментом было банджо О нет, мандолина, плоская мандолина Так, парни, ваш выход Что вы хотите играть? Может, я твой? Там довольно сложная аранжировка, вы справитесь? Я сыграю всё, что будет в нотах Хорошо, а вы? Тканите пальцем Хорошо, я оставлю ноты у вас Просмотрите их Арти, по поводу того, кто будет выступать первым Я бы предложил алфавитный порядок в интересах справедливости Хорошо, пожалуйста, мы начинаем через три минуты Ты что, даже не будешь смотреть свою партию? Я не сфальшивлю, даже если очень постараюсь Не в этот вечер Чем же этот вечер исключения? Не знаю, просто когда от тебя зависит счастье другого человека, всё меняется Что? Да нет, ничего, ничего Кто это от тебя зависит? Никто Забудь мои слова, Хэнк Так Когда я пришёл, ты был наедине с Элен Почти впервые с тех пор, как мы познакомились Так Так, и что тут было? Что ты ей сказал? Послушай, Хэнк Мы с Элен Не уверен, что это твоя забота Но когда я договорюсь с шоу Мы с Элен Тут же Ты сделал ей предложение? И что она ответила? Она просто взглянула на меня И подарила нежное, молчаливое Да Откуда ты знаешь, что это не было молчаливое? Нет Мужчина всегда поймёт Это был один из тех редких случаев, когда молчание уместнее слов Да? Да Ну ладно Что ж, если так Желаю тебе самого большого счастья в мире Пригласи как-нибудь на ужин Спасибо, Хэнк Да ладно Я рад, что ты отнёсся к этому именно так Ну всё, начинаем Держи, Дэнни Ты знаешь, чего я тебе желаю Да Спасибо, Хэнк Спасибо, Хэнк Спасибо, Хэнк Субтитры создавал DimaTorzok 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 Освободная музыка Ничего не понимаю Это было сногсшибательно. Я вам позвоню, а пока, если будут предложения, не отказывайтесь. Вы точно знаете, что делать? Не сомневайтесь. Ладно, поехали. Раз, два. Видите, у меня музыка даже в пятках. Субтитры сделал DimaTorzok Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе это срок не сойдёт. Я с тобой покончу. Я покончу с вами обоими. Элен. Пожалуйста, прекратите. Вы всё погубили. И вы ещё делали вид, что думаете обо мне. После всех моих стараний, после того, как Арти... Я всё объясню. Элен. Не хочу вас больше видеть никогда. Оркестр Пола Уайтмана Дэннио Ним, где вы играли? В оркестре «Вечные студенты». Никогда не слышала о таком. А про Артишоу вы слышали? Вы с ним сотрудничали? Сотрудничали. Такого впечатления, как я, на него не произвёл ни один трубач мира. Минутку, пожалуйста. Арти, по поводу вчерашнего вечера. Может, мне не стоит? Погодите, вы про тех двух? Нет, нет, я про мистера Чисхольма. Нет, я хочу сказать... Да? Кто? Он? Вы шутите? Гоните его вон. Что-то серьёзное? Да нет. Уходите. Я понял. Томми Дорси. Привет. Скажите Томми, что пришёл Хэнк Тейлор. Слезь со стола. Ладно. Конечно, мистер Чисхольм много говорит, но он очень милый. Он сказал, что у него душа артиста, но деньги иссушают её. Я знаю, вы всегда хотели дать настоящий концерт. Я сумею убедить его стать нашим меценатом. Откуда мне знать, что он не такой, как все эти продавцы сухих завтраков? Им всем что-то нужно взамен. Обещаю, он ни во что не будет вмешиваться. Не будет указывать, что мне играть? Нет. Никаких плакатов с бутылочными крышками? Даю слово. Хорошо, если так, попробуйте. Отлично. Немедленно приступаю к работе. Да? Что? Он? Гоните в шею. Спокойно. У меня есть куча предложений от Миллера, Бикса и Гудмана. Не жалуйтесь по тому, что я не дал вам шанса. Я думаю поставить на волшебную мелодию. Лестер, вы удивительны. Всегда хотите поддержать что-то музыкальное. Артисты нуждаются в таких людях. Вы так думаете? Старая английская охотничья песня, я полагаю. Моя дорогая, вы поперхнулись. Это заведение – моя находка. И здесь играют настоящие музыканты. Как жаль, что их мало знают. Лен, помните, вы говорили, что я мог бы помогать артистам? Мне хочется показать их миру. Даня, ваш первый долг поддерживать соотечественников. О да, вы правы. Даня, ваш первый долг поддерживает. Посмотрите на его танец. Сразу чувствуется славянская душа. Хорошо! Хорошо! Отлично! КОНЕЦ Он мыслями за много миль отсюда. Наверное, думает о какой-то девушке в русских степях. По его лицу видно, что он любил и страдал. Пожалуйста, проводите меня домой. Я больше не могу. Всего моей жизни мечты – это ты. Ты. Я не могу сказать, сколько я благодарю, что я позволю мне вернуть к концеру. Это так. Я польщен возможностью финансировать ваш концерт, мистер Шоу. Ну что вы. И как я благодарен вам, Элен, подумать только, что спустя столько лет я нашел настоящее призвание. Кстати, во сколько примерно это обойдется? Примерно в 15 тысяч. Не лучше ли будет 20? В конце концов, имя Джейл Эстер Чисхольм должно означать все самое лучшее. И вот так она всегда постоянно думает обо мне. Должен вам сказать, эта девушка – настоящее сокровище. Я убеждаюсь в этом каждый день. И сколько вдохновения. А мама уверяла, что все девушки, которые интересуются мной, охотятся за моими деньгами. Отель Уэверли Для мистера Унилла и мистера Тейлора мисс Миллер нет дома никогда. Войдите. О, Лестер. Прошу вас, не вставайте. Не двигайтесь. Вы не представляете, как вы хороши в свете свечей. Лестер, вы принесли свою мандолину. Это вам. Ну что вы, не стоило. Почему? Сегодня нам есть что отпраздновать, не так ли? Я решил, что можно устроить маленький музыкальный вечер, только вы и я. Ничто так не украшает дом, как дуэты. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Разумеется. С кем вы хотите говорить? С мисс Миллер. А кто звонит? Мистер Данн. Ах, мистер Данн. Слушаю. Эллен, это я, Дэнни. Все пытаюсь увидеться с тобой. Я сейчас внизу и подумал, что может быть... Нет, сегодня мы не можем увидеться. Нет, я не злопамятна, просто я не могу и все. Разумеется, Хэнка здесь нет. Послушай, Дэнни, поговорим завтра? Я сказала, его нет. Дэнни, нет. Эллен, подожди. Всего хорошего, мистер Данн. До свидания. Мистер Данн. Это был мой старый приятель, еще со времен колледжа. Больше он нас не побеспокоит. Тогда, наверное, можно начинать. Мистер Данн. Что это было? Себемоль. Нет, я слышал шум. Там кто-то есть? Едва ли. Там моя спальня. Только не волнуйтесь. Я нисколько не волнуюсь. Видите, я же сказала вам, почудилось. Шарик, шарик. Шарик, замолчи. Хэнк. Неплохая встреча университетских друзей. Что ты делаешь тут под кроватью? Ищу запонку. У меня такое же право быть здесь, как и у тебя. О, да. Слушай, если ты здесь, интересно, кто там? Верно. Я думал, что это ты. Пожалуй, стоит выяснить. Погоди. Мы же не хотим сегодня расстроить Элен. Это верно. Только не сегодня. Ах, вот почему ты пришел. Я так и подумал. Ты о чем? Или ты случайно появился в тот день, когда шоу объявил о своем концерте? Да, я прочел о нем в газетах, но я слишком занят, чтобы помочь Арти. Я работаю как лошадь. Ты работаешь? Конечно. Не с Дорси? Нет, мне не очень подходит его стиль. Сейчас я выступаю за городом. Жизнь у меня не была такой большой аудитории. Четвертая труба? Отнюдь, малыш. Исключительно сольные партии. А твой визит тоже связан с концертом? Мой? Ну да. Нет, я слишком занят. И что поделываешь? После того, как я ушел от Уайтмана... Ты ушел от Уайтмана? Конечно, слишком большой оркестр для меня. С ним я бы утратил свою индивидуальность. То же самое было с Биггсом. Так значит, ты безработный. Ну что ты, я играю в потрясающем европейском коллективе. Даже не думал, что с музыкой можно такое вытворять. Интересно, что тут происходит? Такое впечатление, что она кого-то прослушивает. Никогда не слышал, что у шоу есть секция мандолин. Может, передохнем? Чудесная мысль. Иногда это немного утомительно. О, да. Давайте поднимем тост за наш концерт. Знаете, Эллен, с вами я снова почувствовал себя молодым. Неужели, Лестер? Вы помогли мне поверить, что деньги – это еще не все. Мне хотелось, чтобы вы так думали. Удивительно, после стольких лет мне вновь и есть к чему стремиться. Ну что ж, за вечер наших надежд. За вечер наших надежд. Она завлекает его. И похоже, ей это нравится. Я уже видел этого типа. Я тоже. Где же это было? В русском ресторане. Медведь. Скорее, волк. Я видел их вместе на бегах. Мы должны ее спасти. Тогда чего мы ждем? Еще один бокал? Пожалуй, мне больше не стоит. Как скажете. Вот это меня восхищает вас, Эллен. Вы так не похожи на других девушек в этом городе. Я не могу в это поверить, Лестер. Но, разумеется, вы ведь так невинны. Вы даже не представляете, какие здесь нравы. О, мне рассказывали ужасные вещи. Что это? Там кто-то есть. Вам опять почудилось. Да нет же, смотрите. Что это? Ты дома, Эллен? Кто это? Дэнни? Это просто сосед. Он всегда приходит одолжить газонокосилку или что-то еще. Извините. Дэнни? Дэнни, это ты? Он что, опять здесь? Простите, мистер. Чисхольм. Чисхольма, да. Эллен говорила мне о вас. Надеюсь, она его прогнала. А не то. Я ей ясно сказал, выбирай или я, или он. Знаете, я ведь доверял этому парню. Это мой однокашник. Я с ним делил комнату, мое время, мои заботы. Но я не собираюсь делить Эллен. Надеюсь, вы меня не вините? Я не знал. Пожалуй, я лучше пойду. Нет-нет, вы оставайтесь. Чувствуйте себя как дома. Вам что-нибудь нужно? Нет. Был рад знакомству. Боже. Дэнни, как ты осмелился сюда прийти? Я рад, что пришел. Очень рад. А я нет. Немедленно убирайся с этой крыши. Постой, я тебе нужен, Эллен. Что? Я не виню тебя за этот случай, но... Что ты хочешь сказать? Он не тот человек, который должен быть рядом. Ты не знаешь, что тебя ждет. Разумеется, это не твоя вина. Мы с Хэнком это понимаем. Хэнк, он что, тоже здесь? Да он внутри улаживает детали. Этого не хватало. О, боже. Лестер! Лестер, постойте. Лестер! Вы не сказали мне, что вы замужем? Но я не замужем. Тогда кто был этот человек? Это просто Хэнк. Эллен, я не верю своим ушам. Вы из всех людей... Боже мой, боже. Не огорчайтесь, я сейчас его выставлю. Не усугубляйте все, Эллен. Я просто не могу этого вынести. Утром же я уеду в Цинциннати. Цинциннати? А как же концерт? Передайте мистеру шоу, что я очень благодарен за предоставленный шанс. Увы, в силу обстоятельств я не могу им воспользоваться. Но, Лестер, вы не должны губить свою музыкальную карьеру. Моя музыкальная карьера окончена. Возьмите. Больше я к ней не прикоснусь. О, говорит, я не знал. Бедный мистер Чизхольм. Бедный мистер Чизхольм. Бедный мистер Чизхольм. На мандолине играл. Но не понимал, в ноты не попадал. И постоянно струны рвал. О, говорит, я лучше пойду. Бедный мистер Чизхольм в джаз был безответно влюблен. Каждый раз, как он хлопал в унисон... Послушай, Эллен, это все ради тебя. Возможно, мы поступили не очень прилично, даже грубо, на первый взгляд. Но ты потом скажешь нам спасибо. Значит, я скажу спасибо. Думаю, Арти тоже будет вам благодарен. Арти? А при чем здесь Арти? Какое отношение Арти имеет к мистер Чизхольм? Никакого, абсолютно никакого. Он всего лишь финансировал концерт. Концерт? Концерт? Так, давайте еще раз. Эллен, ты должна меня выслушать. Теперь я должна только одно. Войти туда и сказать Арти, что концерт отменяется. А затем уехать из города первым поездом. Эллен, не надо. Мне ужасно жаль, что так получилось. Я бы никогда в жизни не поступил с тобой плохо. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Помнишь тот вечер здесь, когда я пел? Я не шутил. Я помню только одну строчку про карусель. Ты действительно не шутил. Это все в прошлом. Карусель закончилась. Нет, Дэнни, слишком поздно. Нет, дело вид, будто ничего не случилось, а я через час верну тебе Чизхольма. Как? Не беспокойся. Главное, ничего не говори шоу, пока я не вернусь. Что же мне сказать? Что хочешь. Дай мне только один час. Ладно, Дэнни. Один час. Отлично. Скорее, он уже собрал вещи. Какие двадцать тысяч? Так, эти двадцать тысяч. Отправьте их обратно в Цинциннате. Я сам выезжаю туда. Я передумал, Джо, не надо их трогать. Немедленно убирайтесь отсюда, грубиян. Мистер Чизхольм, я принес вашу мандолину. Не желаю слушать. Уходите отсюда. Успокойтесь, Чизхольм. Вы должны выслушать, хотите вы этого или нет. Мы пришли обелить имя Элен. Не упоминайте при мне этого имени. Не надо так говорить, мистер Чизхольм. Кто вы? Человек, который хочет справедливости. Давай, говори. Нет, я не могу. Выкладывай. Ну, хорошо. Мистер Чизхольм, я должен вам признаться, я еще никогда в жизни такого не делал. Я солгал вам. Продолжай. Хорошо. Элен невиновна. Невиновна? Ну, я видел своими глазами. Он разыграл перед вами сцену. Ненарочно. Я не муж Элен. Я это знаю. Что? Кто вы такой? Я. Это ее брат Хэнк. И вам не стыдно? Стыдно. Зачем же вы ввели меня в заблуждение? Я... Я пытался ее защитить. Послушайте. Мы не знали, кто вы такой. И как много вы для нее значите, вы самый важный человек ее жизни, точно. А я не понимал, боже, что я наделал. Вы вели себя недостойно. Обидели такую прекрасную девушку. Поспешили с глупыми выводами. О, боже. Простит ли она меня когда-нибудь? Возможно, если вы сделаете все правильно. Да, вы должны приползти к ней на коленях и умолять о прощении. Да, я так и сделаю. А это не помешает мне вновь финансировать концерт? Нет, не думаю. У Элен широкая душа, но вам лучше поспешить. Бегу. Только возьму шляпу и перчатки. Чувствуете себя как дома? Бедный мистер Чисхольм. Наконец-то мы сделали добро для Элен. И очень вовремя. Да, сразу как-то хорошо на душе, правда. Все-таки, когда помогаешь другим... Это жизнь. Да, но помогая другим, нельзя забывать о себе. О нашей карьере, например, в конце концов, мы теперь близкие друзья мецената. Но мы не должны пользоваться этим случаем. Элен нам не простит, если мы снова что-то натворим. Да, но Элен не станет уважать пару неудачников. Верно. Если бы не мы, концерт бы не состоялся. Точно. Он у нас в долгу. А вот и я. Друзья, я могу еще что-нибудь для вас сделать? Глупости, мистер Чисхольм. Мы рады, что вы помогли. Возможно, мы бы могли еще что-нибудь сделать. О, вы сделали достаточно. Например, помочь вам отобрать номера для концерта и так далее. Видите ли, я не отбираю номера для концерта, я даже стесняюсь высказать мнение. Но это ваша обязанность. Я ведь в конце концов только даю деньги. Только даете деньги? Ну что вы, мистер Чисхольм, вы антрепренер, самый важный человек в оркестре. Вы должны всем руководить, выбирать музыку, назначать музыкантов. Это ваш долг. Подумайте о других меценатах, вы позорите их имя. Вы подводите мистера шоу. Но это же ужасно. Почему мне никто не сказал об этом раньше? Я бы с удовольствием взялся за это. Так еще не поздно. Если действовать быстро. Я даже не знаю, с чего начать. Что вы посоветуете? Прежде всего, придумайте номер. Это хорошая мысль, но мне ничего не приходит в голову. Послушайте, вы помните блюз «Возвращаясь к маме по Большой реке»? «Возвращаясь к маме по Большой реке»? Точно, у него есть вкус. Верно. Погодите, возможно, я придумаю что-то получше, как насчет народных песен. Народных песен? У меня есть то, что вам нужно. Послушайте. Слушайте. О, вам это понравится, Чиз. От нее прямо пахнет землей. Она полна света. Играй, Дэнни. Неплохо. А как она называется? Крутятся колеса. Слышали? Это из Нового Орлеана. Я был там три недели назад, но не узнаю ее. Нет? Это же дух Нового Орлеана. Я чувствую брызги Миссисипи. И я чувствую брызги Миссисипи. А вы? Меня немного знобит. Это быстро излечит ваша мандорина. Держи, приятель. Держи. Но поехали. Поезд не уйдет. Представьте, что вы плывете по этой реке. Мемфис. Четтануга. Колеса крутятся. Слышите пароходный гудок? Грузятся баржи. Летят тюки с хлопком. Из хижины выходит смотритель. Настоящий юг. Настоящий север. Настоящая Америка. Настоящая Америка. Постукивают колеса вагонов. Скоро отсюда разъедутся поезда. В Канзас. Цинцинати. Цинцинати мой родной город. Его родной город. Мой родной город. Он для всех родной город. Цинцинати. Друзья, у меня нет слов. Я должен немедленно увидеться с шоу. Отлично, Чисхольм. Не подведите Америку. Вы уверены, что это моя обязанность? Вы можете все. Все? Абсолютно. Хорошо. Я не только сделаю ваш великолепный номер гвоздем программы, я пойду еще дальше. Да? Я сам в нем сыграю. На моей мандолине. Что? Начиная с десятого такта, я буду задавать ритм. Во второй части вступают тромбоны. Саксофоны должны звучать ярко и напористо. А струнные начинают отсюда. Лен, можете ли вы меня простить? О, Лестер. Знаю, я этого не заслуживаю. Я совершил столько ошибок, но я намерен искупить свою вину. Шоу, можно с вами поговорить? Ладно, ребята, отдохните. Добрый день, мистер Чисхольм. Рад, что вы зашли. Я не просто зашел, мистер Шоу. Присядьте, пожалуйста. Вы тоже, Элен. Я понял, что пренебрег своими обязанностями, но я намерен все исправить. Я нашел народную мелодию для концерта, она вас потрясет. Народную мелодию? В ней есть все. Запах прерий, скрип вагонов, брызги Миссисипи. Ну, не знаю. Она звучит так. Крутятся колеса. Вы чувствуете запах брызг? Чатануга, Луизиана, настоящий юг, настоящий север. Тише, друг. Слышишь? Пароходный гудок. Это мой родной город. Твой родной город. Он для всех родной город. Цинцинати. Вы шутите? Она станет известна на всю страну. Я настаиваю, чтобы вы включили ее в концерт. Но знаете... Погодите, Арти. Прерий, колеса, пароходный гудок. В этом и прелесть. Арти, я, кажется, ее слышала. Это совсем неплохая песня. Как я могу судить? Дайте мне того, кто сможет ее сыграть. Я приведу вам самого композитора. Он здесь. Подождите. Я обо всем договорился. Молодец, Чист, браво. Идите и покажите им. Иду. Минутку. Может быть, мы расскажем наш секрет? Я могу подыграть вам на мандолине. Нет, нет, нет. Пусть это останется сюрпризом. И потом, вам надо репетировать. Вы ведь не профессиональный музыкант. Главное дело вы уже сделали. Ну, хорошо. Я постою рядом и буду все объяснять. Нет, нам лучше пойти отсюда. Слишком много людей. Шоу будет нервничать. Но я могу понадобиться. Идемте в фойе. Я куплю вам сигару. Я не люблю сигары. Не волнуйтесь, я сам ее выкурю. Арти, он же сейчас придет. Знаю, но я задерживаю всю репетицию, Эллен. Здравствуйте, мистер Шоу. Опять вы? Боюсь, что да. Арти, все давно уже забыто. Вы же не станете из-за этого лишаться хорошей песни. Ну, хорошо, давайте послушаем. Надеюсь, это будет не напрасно. Бедный мистер Чисхольм на мандолине играл, но не понимал, в ноты не попадал и постоянно струны рвал. Бедный мистер Чисхольм в джаз был безответно влюблен. Но каждый раз, как он хлопал в унисон, где-то просыпался салон. Бедный мистер Чисхольм в джаз был безответно влюблен. Бедный мистер Чисхольм в джаз был безответно влюблен. Вам нравится мелодия Арти? Неплохо. Мы поступим вот как. Сделайте аранжировку, и мы постараемся найти место для нее. Но учтите, на этот раз без фокусов. Не волнуйтесь, мистер Шоу, большое спасибо. Мистер Чисхольм, играющий на мандолине. Должно быть, это нечто. Ну, ладно. Бен, зови ребят. Через час Чисхольм вернулся. Я делаю аранжировку. Видишь, Эллен, я исправился, карусели больше нет. Ничего подобного, просто тебе повезло. Это твой большой шанс, Дэнни. Надеюсь. Он все понял? Он согласился? Причаливаем в Цинциннате. Отлично. Замечательно. Это нужно отпраздновать. Молодчина, Дэнни. Ну что ж, друзья мои. За ваш концерт. Спасибо. Лестер, мы гордимся вами. Ну что вы, Эллен, я всего лишь меценат. Но это очень важная роль, Лестер. Все же не такой серьезный вклад, как если бы я был одним из исполнителей. Так, эту бутылку мы прикончили. Что же вы за хозяин? Где другая? О, извините, конечно, конечно. А вы ей не скажете, пока меня нет? Ни за что. Даже не волнуйтесь. Одну минутку, Лестер. О чем это вы? Просто это наш маленький сюрприз. Ладно, друзья, давайте ей расскажем. Я сам сыграю на концерте. Лестер, нет. Да, я знал, что вы обрадуетесь. Что же я здесь стою? Вино. Нам нужно вино. Значит, карусель продолжается? Иначе было нельзя. Мы просто чуть-чуть его подмаслили. Если мы его расстроим, он отменит концерт. А вы подумали, что скажет Шоу? Он и не узнает. Хэнк задержит Чиз Хольма и не пустит на концерт. Я? О, нет. Но я буду занят аранжировкой. Ладно, только давай договоримся. Ты добудешь мне хорошее место в оркестре у Шоу, а я займусь Чиз Хольмом. Конечно, я сделаю все возможное. Желательно и невозможное тоже. А то... Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Ладно, ребята, передохните. Замечательно, Арти. Просто великолепно. Рад, что вам понравилось. Вот моя аранжировка. Хорошо. Вы внесли все изменения, о которых мы говорили? Да. Но не знаю, будет ли это звучать так же хорошо, как здесь. Арти, я еще хотел вас попросить об одном одолжении. Вам понадобятся еще трубы. Я знаю парня, которые... Погодите. Надеюсь, не тот ваш напарник, который не может сыграть, не упав со стула. Нет, 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 нет. Точка. Утром порепетируем. Дэнни, что же делать с бедным Хэнком? Тяжело, но не будем опускать руки. 96, 2, 3, 97, 2, 3, 98, 2, 3, 99, 2, 3, 100. Все, все. Сто раз без единой помарки. Нет, нет. Вы немного запнулись на 37-й раз и опоздали на кварту в 76-й. Еще сотню, и можно заканчивать. Нет, нет, до концерта всего два дня. Лучше я пойду и расскажу Арте наш секрет. Нет, пока рано. А сегодня уже поздно. Я знаю, они репетируют до самой ночи. Вы еще не готовы? Я тренируюсь уже 10 дней. По 12 часов днем и по 6 ночью. Я скоро выдохнусь. Вы готовы? Раз. Два. Сегодня на вечернем концерте Арте Шоу представят музыкальному миру многообещающего дебютанта. Многообещающий дебютант, это, наверное, я? Что? Да, да, конечно. В чем дело, Генри, вы нервничаете из-за репетиций? Я? Нет. А вы? Нисколько. Крепкий здоровый сон лечит любые волнения. Это вам хорошо. У меня бессонница. Бессонница? Это плохо. Вам нужно... Войдите. Добрый день, мистер Чисхольм. Добрый день. Может быть, выпьем? Хорошая мысль. Я сейчас вернусь. Хочу немножко освежиться. Алло. Соедините меня с театром Маджестик. Снотворная. Что? Не понял. А она что? Да? Минутку. Извините. Чис, это дело личное. Простите. Дэнни, ты ведь не будешь обманывать меня в такой момент? Говорю тебе, все в порядке. Ты будешь играть. Только приезжай прямо сейчас. Ну, Дэнни, за это тебе многое простится. Чисхольм? Погоди. Насчет Чисхольма не переживай. Я придумал, как оставить его здесь. Ну, до встречи. Хорошие новости? Все зависит от того, как посмотреть. Что одному хорошо, то другому яд. Это верно. Итак, Генри, все, что не делается, все к лучшему. После тьмы всегда наступает рассвет. Точно. И нужно уметь смеяться, даже когда весь мир летит к чертям. Именно. Именно так. Мы будем пить здесь. Генри, если мы вдруг когда-нибудь поссоримся, всегда помните, что я желал вам добра. То же самое могу сказать и про себя. Ну что ж, за нас. За наши мечты. До дна. До дна. Арти-шоу и его оркестр. Но кто-то должен подойти. Ладно. Никак не могу найти Хэнка. Элен, едва ли ты веришь, что я тут ни при чем. На прошлой неделе ни за что бы не поверила. Но сейчас... Знаешь, Дэнни, ты меняешься так стремительно, что, пожалуй, я возьму тебя к себе в секретаре. Спасибо. Дамы и господа, я хочу представить вам новый номер. Это мелодия, которая недавно привлекла мое внимание. Она называется «Крутятся колеса». Мы ее слегка переделали, и в результате получилось нечто совершенно необычное. Прежде чем ее исполнить, я хочу пригласить сюда ее автора, Дэнни О'Нилла. Ну иди. Ну что, волнуешься? Нет. Хорошо. Прошу, оркестр в твоем распоряжении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэнни, ты был великолепен. Похоже, Дэнни все-таки придется взять тебя в оркестр. Спасибо, Арти. Но лишь потому, что я не хочу терять хорошего импресарио. АПЛОДИСМЕНТЫ Артишоу! 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 Это не он. Это не он. Девяносто девять. Сто. Ещё раз. Я надеюсь, что в твоем хороскопе есть комната для человека, который любит тебя. Хорошо. Отлично. Конец. Фильм, переведён и озвучен на производственной базе ТПО РЭДМЕДИА. РЭДМЕДИА. ТПО РЭДМЕДИА. Ощени Bullwap! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А. Рыж��.